Почему ребенок плачет? Но если это новорожденный, то у него просто нет другой возможности привлечь к себе внимание и что-то о себе сказать. Впрочем, беспокойство не единственная причина, которая тревожит молодых родителей в первый месяц жизни малыша. Температура, режим, набор веса. Когда действительно есть повод для беспокойства, а когда стоит относиться к происходящему, как к нормальному процессу роста и развития ребенка. Об этом будем говорить сегодня. В студии у нас Татьяна Сорвина, заведующая кабинетом Катаннеза консультативно-диагностической поликлиники перинатального центра. Татьяна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что когда ребенок может говорить, он может сказать, у него что-то болит или он чего-то хочет. А когда ребенок родился несколько недель назад, да, или месяц назад, то он, наверное, сам еще не совсем понимает, что с ним, да, он просто может, наверное, или плакать, или не плакать. Вот скажите, пожалуйста, вообще вот на какие, наверняка есть какие-то моменты, которые действительно, ну, могут быть тревожными, да, на которые стоит обращать внимание, а где действительно относиться к этому, как просто, как к возможности ребенку себя проявлять? Ну, что я хочу сказать. Плач ребенка – это способ его общения вообще с родителями, потому что другого способа общения о каких-то проблемах и вопросах, которые у него нет. Поэтому может привлечь внимание родителей только плачем, но не только плач должен беспокоить родителей. Итак, что должно беспокоить родителей? Вялость ребенка, отказ от еды, сильное беспокойство ребенка и плач без повода. То есть ребенок плачет, и крик или монотонный, или такой острый, резкий крик, который говорит о какой-то большой проблеме. Он поплачет, его взяли на руки, он успокоился, значит, все хорошо. Накормили, успокоился, все хорошо. Накормили, да. Родители, в принципе, так и делают. Но если ребенок продолжает плакать, если он беспокоится, значит, какая-то проблема все-таки есть. Значит, отказ от еды – это очень тревожный симптом. Вялое сосание ребенка, беспокойный сон, ребенок мало спит, он все время бодрствует, он беспокойный. Это тоже должно беспокоить родителей, потому что ребенок маленький, особенно в периоде новорожденности, он большую часть времени спит. Он покушал, побудрствовал 10-15 минут и спит. Если же он не спит, значит, есть для этого. И еще, когда ребенок все время спит, то есть он даже не просыпается на кормлении. Бывают такие случаи, родители приходят и говорят, такой спокойный ребенок, у нас все хорошо. Все хорошо. Я начинаю смотреть ребенка, ребенок сухой, ребенок плохо прибавил в весе, ребенок вялый. То есть у ребенка проблема. У него нет сил, и он спит. То есть он недокармливается. То есть недобор веса должен беспокоить. Ну, конечно, должна беспокоить температура, хотя у маленьких детей может быть температура до 37,2. Температуру нужно мерить правильно. То есть когда ребенок спокойный, развернуть немножечко его, градусник не надо дешать долго, то трех минут этого достаточно в акселярной области. Есть сейчас разные градусники. Все электронные градусники имеют погрешность 0,1, 0,2. То есть если это 37, то это может быть 36,8. Да, 36,9. А может быть и 37,1, в общем-то, да? Может и 37,1. Но эти колебания вполне допустимые. Температура, как правило, снижается сама собой и не вызывает каких-то таких тревожных симптомов. Однако если температура продолжается, если она и утром, и вечером, ребенок беспокойный, есть еще какие-то признаки, да, ребенок там начал отказываться от еды, стал более беспокойным, значит, надо обратиться к врачу, чтобы врач посмотрел, не начало ли это заболевание. Поэтому температура должна беспокоить. Температура как повышенная, так и пониженная. А пониженная температура говорит о том, что адаптационные силы малыша снижены. И низкая температура для ребенка ниже 36, это 35, и 5, 35. Это тоже неблагоприятный признак такой. Вот. Ну, какие еще признаки могут беспокоить родителей? Это длительное отсутствие стула. Например, у ребенка нет стула. Или после дефекации, после того, как он, значит, покакал, у него выделяется кровенистое выделение. Вот. Такие симптомы должны родители, конечно, беспокоить. И при любых каких-то непонятных симптомах, когда родители что-то тревожат, лучше обратиться к врачу. Лишь не расслабить. Да, потому что врач, посмотрев ребенка, даст какие-то рекомендации. Бывают дефекты ухода, бывает, родители как-то иногда, вот, например, купают длительно ребенка. Ребеночка маленькая, купает 15 минут. А потом он плохо спит, потому что он возбудился, для него 15 минут в ванной – это очень большая нагрузка. Поэтому очень много проблем, которые возникают из-за каких-то погрешностей в уходе. Но все равно здесь должен дать консультацию специалист. Теяна Федоровна, ну вот вы, ваше отделение, да, ваш кабинет называется кабинет катамнеза. Вообще, что это за слово такое? Что оно обозначает? И, да, и вот какими наблюдениями именно вы занимаетесь? Да, есть слово анамнез. Да. Это, да, анамнез. Это когда сбор информации, да? А есть катамнез. Значит, катамнез – это, если в переводе с греческого, с латинского, это воспоминания сейчас и в течение времени. То есть это сведения о человеке, о ребенке, собранные в течение времени. Что с ребенком произошло от рождения, например, до года, до трех лет, какие проблемы у него возникли, какие проблемы у него ушли, как он развивается, как он набирает вес, какое у него психомоторное развитие и так далее. Ну вот и какие дети наблюдаются у вас, у ваших коллег, вот именно в таком кабинете? Да. Значит, в основном у нас наблюдаются дети, у которых имеется перинатальная патология. Это патология, которая возникла внутриутробно при патологическом течении беременности, во время родов каких-то бывают экстремальные состояния, да, возникают, разные роды бывают, и в раннем периоде. Вот такие дети, и у них возникли отклонения в состоянии здоровья. Есть дети, у которых есть врожденные пороки. Эти дети наблюдаются у нас в кабинете катамнеза. Чем отличается наше наблюдение? Что наше наблюдение начинается с периода, когда они лежат у нас в отделении. К ним приходят наши специалисты. Наши специалисты имеют подготовку по вопросам патологии детей раннего возраста. Они осматривают этих детей, они контактируют с мамами, они назначают им явки дальнейшие, и эти дети в дальнейшем наблюдаются всеми специалистами. Кроме этого, у нас имеется педиатр, который является координатором этой работы, потому что координировать все должен какой-то один человек. Так он координирует, направляет на дополнительное обследование, решает вопрос о госпитализации, если необходимо, привлекает специалистов к обследованию и так далее. То есть получается, что вот все-таки такое катамнистическое наблюдение, оно прежде всего, и вообще, наверное, оно нужно вот именно тем детям, которые... У которых возникают сложности, какие-то возникли проблемы, да. То есть у них есть патология, у них есть перинатальная патология. И эта патология может сразу выявляться, она может... Какие-то проблемы будут возникнуть в течение времени, и многие дети у нас, у нас сейчас, знаете, да, выхаживают детей и маловесных, с низкой, экстремально низкой массой тела. Эти дети имеют свои особенности в развитии, все недоношенные дети эти особенно, значит, они в группе риска паритинопатии, то есть это недоразвитие зрительного анализатора, нарушение воскулиризации его, с периода в определенные сроки их смотрят на ретинальной камере, которая имеется только у нас и в МТК. Ну понятно, что это вот уже такие более глубокие обследования, и нужно, наверное, ну, возможно, что это невозможно, а скорее всего, это тема отдельного разговора, то есть дети, которые рождаются не совсем... Да, просто я хочу сказать, что наши специалисты знают особенности этих детей, что у них может развиться ранняя анемия, бронхолегочная дисплазия, когда нужна коррекция, они угрожаемы по ступени, то есть нарушению минерализации костей, они имеют особенности в развитии, это нужно правильно оценивать, нужно правильно оценивать их возраст, то есть все эти нюансы у нас определяют, и этих детей ведут очень индивидуально. Татьяна Федоровна, спасибо вам большое. В студии у нас была Татьяна Сорвина, заведующая кабинетом Катамны за консультативно-диагностической полиплиники перинатального центра.